Вчера в Украине началась вступительная кампания в ВУЗы, но в этом году у неё есть свои особенности, о которых точно стоит знать абитуриентам и их родителям. Обо всех образовательных новшествах 2017 года посмотрите в нашей справке. Абитуриенты уже могут создавать свои электронные кабинеты и подавать сразу 9 заявлений. Количество ВУЗов не ограничено, а вот на специальности есть лимит. Можно выбирать не более 4. Кроме того, в нынешнем году есть целый ряд других новшеств. Это и коэффициенты, и привилегии для инженеров, и выходцев из сёл. Итак, первые баллы абитуриента по ВНО и оценке аттестата будут умножать на коэффициенты. Всё для того, чтобы мотивировать выпускников поступать в ВУЗы в родных городах. К примеру, если будущий студент поступает в ВУЗ в столице, результаты умножаются на один. А вот университеты других городов имеют коэффициент повыше. Изначально больший коэффициент будет и для выходцев из сёл, а также для желающих поступать на технические специальности. Все заявления подаются онлайн, и абитуриент обязан выставить приоритет для ВУЗов от 1 до 9. Если баллы будут высокими, количество бюджетных мест могут увеличить. Выпускники Крыма и неподконтрольной части Донбасса будут сдавать внутренние экзамены в самих университетах. При хорошем результате гарантировано бюджетное место. Также бесплатно смогут учиться участники АТО и дети погибших военных. Кроме того, сдавать в ВНО будут не только выпускники школ, но и студенты-бакалавры, чтобы уменьшить коррупцию при поступлении в магистратуру.